А перед просмотром этого видео я хотел вас попросить зайти и подписаться на канал Парки. Если ты любитель посмеяться или же попугаться играя в хорроры, то этот канал для тебя. Здесь и сможешь найти различные прохождения хоррор-игр, игра в CSGO. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры, где мы продолжаем играть на нашем сервере, мочить монстров и, в принципе, искать приключения. Да дай мне подойти к тебе. И что мы будем делать в этой серии? Как бы это... Да твою мать, а! Как бы это, ребята, странно не звучало, но нам нужно в шахту. Действительно, нам нужно в шахту за некими ресурсами. Плюс к тому, я хочу попробовать рецепт, который мне сказал подписчик, действительно ли это так, действительно ли это вот так крафтятся вот эти фигни, как они называются. Ну, короче, пули вот для этой пушки. Давайте попробуем, действительно ли это так или он ошибался. Так, вот. У нас тут есть, да, у нас тут есть верстак. И давайте попробуем. Вроде вот так, вроде вот так. Это что? Metal Slug. Grenade. Хм. Я надеюсь, что вот так. Да! Опачки, ребята! Мы сейчас уже... Мы сейчас уже сможем бабахать. Давайте закупимся. Действительно, вот это так, спасибо, потому что я, честное слово, не знал. Вот сейчас мы скрафтили, и сейчас мы уже можем ходить с пушками, но лучше все-таки ее убирать, когда мы никого не убиваем, потому что она очень такая тяжелая, да, когда с ней бегаешь, что она прям уменьшает нашу скорость бега на прям офигеть сколько. Так, ну тут вроде больше ничего не выросло. Идем мы дальше. Куда мы сейчас будем топать? Я пока что не имею прицеп... Это ты в нашем доме заспамился? Или это ты под... Наверное, под нами, мне так кажется. Ну, вряд ли. Над нами, мне кажется, под нами. Куда мы сейчас будем идти? Ребят, как я сказал, нам нужно пойти в шахту. И, в принципе, сейчас мы туда и пойдем. Это пока что можно выложить, это можно... Хотя это можно забрать, потом, если что. Также нужно будет... Вот это давайте заберем. Нужно будет себе стрелы сделать, но это чуть позже. Так, сейчас на сервере один человек. Я зачарил себе кирку, потому что, вы, как видите, у меня опыта нету. Что у нас попалось? Unbreaking 4, Fortuna 3 и эффективность 4, да? Unbreaking 3, да. И сейчас мы пойдем в шахту, как я уже сказал. Нужно, конечно, какие-то большие координаты, где вряд ли кто-то еще был. Давайте как-то вот так. Ага, вряд ли... Так, понятно. Значит, я не могу по координатам тпхаться. Нам нужно как-то тогда рандомно куда-то прыгнуть. Могу ли я вот сюда куда-то прыгнуть? Я не знаю. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так. Если честно, мне все равно, как это имя будет называться. Ух, не влюблено себе, как я тпхался прямо в джунгли. Хотя джунгли мы уже вроде раньше находили. Я не знаю, в принципе, что мы будем делать. Может, мы просто-напросто обычным нубским способом под себя будем копать и вдруг найдем какую-то шахту. Плюс тому, давайте мы лучше выключим шейдеры, потому что вы знаете, что шейдерами и так, и так ни хрена не видно в каких-то темных помещениях, уголках. А когда ты еще в шахте, то это вообще с ума можно сойти. И плюс тому, смотрите, мы же в шахте... Опачки. Вот у меня... А, вот я думаю, почему меня залагало. Я это F3 нажал, потому что когда нажимаешь F3, оно всегда почему-то за... Ладно, я понимаю, но не нужно меня так пугать, а то реально просто-напросто обкакаться можно. Ух ты, нифига себе! Так, я прям, знаете, куда выкопал? Прям как-то удачно, можно сказать, я выкопал. Пушечка! Я честное слово... Ребята, это кто там гурлыкает нафиг? Вот опять. Это телефон у меня или что? Что самое странное, когда мы где-то на поверхности, то нету звука, да? А когда мы в шахте, то такое как будто тут какая-то птица сидит и нам на ухо тут. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Потому что она действительно вот так как-то делает. Лимонайт нам тоже нужен, железо нам тоже нужно для того, чтобы потом те же патроны скракить с этой пушки. Потому что вы видите, что пушка действительно, действительно, патроны это так делается. Спасибо, тот еще расскажу, кто мне сказал. Потому что, ну честное слово, я не знал. Если бы я знал, я бы у вас не спрашивал. Логично? Логично. Звуки, мать его, там такие странные, что реально как от... Сам уйдет, чупутчик! А я думаю, кто это там нахрен гурлыкает? Это вот что за паскуда. Только не говорите, что она сейчас нам всю жизнь снесет и... Офигеть! Я так понимаю, что лучше на них даже не нарываться. Потому что вы видите, они с одного удара, хоть они нас даже не убьют, но с одного удара они нам столько не снесут, что можно реально опупеть. Ну вот эта фига тень нам ничего не снесет. Эта фига тень... Вань... Внильная. Опа, портальчик! А, этот чувак как-то слишком часто умирает. Может он новичок? Ребята, нифига себе, нам новый портал выпал. А я, если честно, как-то даже не знал, что с этих мобов порталы выпадают. Но это круто, у нас новый портал. У нас новый портал. Я не знаю, стоит ли нам вообще покупать. Копать вот эту фигню. Ну какую фигню? Уголь, да? Ну в принципе для факелов нужно. И плюс к тому мы же качаем свой скилл. Да, мы же качаем свой скилл, ребята. Мы станем вообще скиловыми пацанами. Мы же действительно качаем свой скилл. Вот видите там, где кирочка, третий уровень у нас написанный. И как я понимаю, мы вот этот скилл качаем. И чем больше мы рубим, долбим и выкапываем ресурсов, тем больше вот этот скилл качается. Ну в принципе это логично. Давайте посмотрим. Но сейчас он не качается. Может я не знаю. А когда он качается? Когда мы какие-то определенные руды выкапываем. Честное слово, ребят, я не имею понятия. И честно, если бы я знал, что и как, я бы вас не спрашивал. Но спасибо тем, кто мне действительно помогает. Потому что ваши советы мне действительно очень важны. Потому что я просто-напросто все не могу сам знать, что как копается. Ну как я сейчас смотрю, сейчас почему-то у нас опыт не повышается. То есть сейчас как оно стоит, так оно и стоит. Вы можете смотреть. Я специально открыл вот эту панельку скиллов. Вы можете смотреть и наблюдать, когда у нас качается опыт. Когда у нас не качается опыт. Я не знаю, почему сейчас не качается. Но да ладно. Ух, чуваки, вас там слишком много. Вам не кажется? Так, куда? Ну давайте в эту сторону пока что пойдем. Потому что тут единственный проход. Хотя... Это какая вообще высота? Это 20-я высота. А знаете... Опа. Так, хоре, уже там... Не знаю, что вы там делаете, зараза. Так, у нас есть... У нас нет... Я еще найду вот эту хрень и я ее убью, честно. У нас нету факелов. А факел действительно нужно сделать. Наверное, сейчас домой нужно пойти и дерево взять. Потому что угля у нас дофига, если честно. А вот дерева ни черта нет. Да вашу... Скажите мне, что это... Что это за паскуда? Там столько... Кудакает нафиг. Я понимаю, что... Что не кудак... Ух ты, нифига себе. Мы там еще что-то нашли. Я понимаю, что не кудакает, но это реально раздражает. Честно. И мне самое интересное, кто это нафиг? Что это за такая наглая тварь, которая не дает нам отдохнуть и не дает нам спокойно побегать по шахте, потому что она своим кудактанем... Опа. Не дает нам жить спокойно. Можно и так выразиться. Так, это мы, в принципе, будем сейчас забирать вот это все. Знаете, какую я руду хочу найти? Я хочу найти руду, которая называется Джейд. Да, потому что, как и вы мне сказали, в принципе, как я уже понял, это самая лучшая руда. С нее кратят самые лучшие броньки. Это... Так, это давайте сначала выкинуть. Это самая лучшая руда в этом мире. Я не говорю, что везде. Может, где-то в других мирах там будет намного лучшая руда. Да, я не имею ничего против, я с вами спорить не собираюсь, потому что, возможно, вы лучше знаете, чем я. Да ваши вот эти рестарты сервера, они всегда нафиг не вовремя, хоть ты убей. Так. Ух ты. Тут реально дофиг. Ну, давайте, знаете, сет варп 1, 2, 3. А, нет. Сет варп, ага, варп, я не знаю, х1, хоум. Идем до... Как меня эта хрень задолбала, честное слово. Что это за такое... Я, честно, если я найду, я буду ее долбать и до тех пор, пока она не сдохнет. Так, это давайте сюда. Это все, в принципе, уже можно выложить. Вот, смотрите, вот это все пока что можно выложить. Вот так, да? Новые... А, у нас уже были вот эти. Ага. Мне еще, знаете, что бы хотелось? Где вот эта руда? Где вот эта новая руда, которую мы добыли? Вот, рунью. А почему я ее спрашиваю? Потому что пока что... Пускай она пока что будет жариться. Вот так. А, я сделаю себе факелы сначала. Вот так. И вот... Так, сейчас. И вот так я сделаю себе факелы. Вот. Круто. А, так, сейчас. Ух. А уголь забыл. А уголь... Уголь, мать его, я забыл. А, факелы нам где реально нужны, потому что... Куда без факелов? Да, я еще тоже такое говорю. Без факелов. Без факелов никуда нельзя. В принципе, понятно, что никуда нельзя. Ой, нет. Пушечку обратно. Пушечку обратно. И вот эту рунью. Знаете, зачем я ее делаю? Просто я сейчас хочу посмотреть одну фигню. Так, смотрите. Я там... А, нет. Я хочу посмотреть одну фигню. Вот, смотрите. Я вот это хочу посмотреть. Сейчас мы берем алмазики. Мне это тоже сказал подписчик. Я сейчас проверю, работает ли вот это. Как использовать вот этот посох? Потому что, вы видите, его никак нельзя использовать. Он какой-то нафиг бракованный. Хоть ты бей им, что колоти. Не знаю, хоть что делай. И он просто-напросто не работает. А сейчас мы попробуем схему моего подписчика, который мне сказал проверить... Ой, нет. Не вот это, а вот это. Вот, рюкзачок какой-то. Сейчас. Он мне что-то сказал по поводу этого рюкзака. Хотя, что мне сюда нужно поставить, чтобы это работало? А, вот это, наверное, винтрунс. А где вот эти винтруны достать? У нас вроде было что-то... Было что-то в этом роде. У нас были какие-то винтруны. Вот они. А как они делаются? Винтруны. Вот они. А, фиг его знает, как они делаются. Ну, вроде, как он мне сказал. Это берешь сюда, открываешь, ставишь. Да! Действительно работает. Вот эта фигня, вот эти винтруны... Где они, мать их, берутся? Я, честно, хоть убейте, ребят, я не помню, где берутся вот эти винтруны. Пожалуйста, сейчас напишите мне, пожалуйста, где берутся вот эти винтруны. Я помню, мы что-то делаем. Как, как, ну, раз у нас тут есть вот эти парочку 12 штук вот этих винтрунов, значит, мы как-то их создали. Ну, как, хоть убейте, не могу вспомнить. Я не могу вспомнить. Как мы их нафиг создали? Рон Шрайн. Не помню. Честно, ребята, не помню, хоть убейте. Не помню. Варп Х1. Опять вот это кудахтание вот тут этого мерзавца будет. Я хочу найти руду, я хочу найти джейд руду, самую лучшую руду в обычном мире. Это будет очень круто, если мы ее найдем, потому что действительно будет очень круто. И она нам, по сути, нужна, потому что с нее крафтятся самые лучшие броньки в обычном мире. Я не говорю, что везде. В обычном мире. Может, в других... Да, не может, а, наверное, в других мирах есть там намного лучшие броньки, я не сомневаюсь. Опа, это новая... Росит. Ого, Розит. Розит. Ну, вот это 13 урона. Буди-буди-буди-буди-буди-буди. Ну, что я могу сказать? 13 урона, в принципе, ну, хотя бы, знаете что? Хотя бы круто, что мы нашли какую-то новую броньку. Потому что, честно, я не знал вообще про существование такой броньки. Тупая башка. Про существование вот этой руды. Сейчас мы ее нашли, и это круто. Лимонайта, если честно, иногда больше, чем самло железа и угля. Но, я не знаю, полезен ли он или нет. Мне хочется как можно быстрее испытать эту пушку. Хоть мне почему-то подсказывает что-то. Мне подсказывает, что она не будет очень сильно. То есть, может, она там будет бить по 5-10 урона. Как я могу предполагать. Но я тоже могу ошибаться, в принципе, как всегда, наверное. Поэтому я не могу вам точно сказать. Ребята, найдите мне эту паскуду. Я ее буду пинать до тех пор, пока она не сдохнет, честное слово. Мне просто интересно, что это за... Так, ладно. Успокоились. Мы еще тут не были. Небольшой такой поход в шохту. Эдисон, Эдисон, в шохту. Я, как знаете, что-то сказану иногда. С ума можно. Башкой можно биться об стенку шохту. Мы будем в следующих сериях идти в другие мира. Мы, если честно, уже давно туда не ходили. А знаете, почему мы не ходили? Потому что мы просто-напросто убили боссов. Мы, можно сказать, в обычном мире убили двух боссов. Да, это круто. Потому что это действительно круто. Двух боссов убили за одну серию. Мы собирались 10 серий, чтобы заспанить одного босса. А потом так оказалось, что мы в одну серию запинали сразу двух боссов. И то случайно мы второго босса призвали. Потому что я просто проверял, знаете. И мы его случайно призвали. Сейчас этот рестарт нафиг. Так, давайте сюда пока что пойдем. И, в принципе, мы его действительно призвали. И мы его убили. И это круто, можно сказать. Но сейчас, после этих двух боссов, как мне сказали, следующие два босса спавнятся в аду. То есть, с первого босса, точнее, для первого босса нужно выбить портал. С какого-то там моба, который спавнится в том мире, на который мы нашли в этой серии портал. Вот тот мир, который мы нашли в этой серии. Презарио какой-то мир. Ну, короче, вот он как-то так называется. Опа, вот видите. Этот мир, в принципе, мы его нашли. Но, как оказывается, он у нас уже раньше был, да. Просто-напросто валялся где-то вот там в сундучке. Но все же, круто. Поэтому мы туда пойдем, наверное, в следующих сериях. И будем искать того моба, о котором он говорил. Опа, случайно снял. Вырулить мы, наверное, сможем. Потому что, ну, бронька у нас... Опа, нифига себе. Потому что бронька у нас не самая хуже. То есть, бронька у нас более-менее. Я могу сказать, что бронька у нас более-менее. Где достать вот эту воид-броньку? Она вот тут выпадает в шахтах с монстров, да, воид. Если честно, она достаточно так часто выпадает. Но, как мне сказали, что не только там бронька может с них выпасть. А еще какие-то луки. Есть ли тут еще какие-то луки? Ну, ладно. Ну, что-то в этом роде. Видите, там бронька есть. И самое главное, она не крафится. Она просто-напросто выпадает с монстров. Поэтому можно сказать, что круто. Все, что нам нужно, это просто-напросто искать вот тех зараз, которые тут спамятся. Ну, Редстоун нам нафиг не сдался. Хотя... Да, если честно, нет. Там, ну... Опа. Это что? Он, типа, сам умер и сам нам вот эту фигню предоставил. Вот там монстрики. Это зомби, да? Ух ты! Это еще откуда на мою башку свалился вот это. Ух ты нафиг. Алмазики, алмазики. Оооо. Ооо. Ооо. Алмазики. Лучше бы, конечно, Джейд бронька, не бронька, а руда нам нашлась. Было бы намного круче. Если честно... Ребята, как вы думаете, это совпадение, то, что я только заговорил о этой руде и как она перед нами появилась. Это совпадение... Не думаю, что это, если честно, совпадение. Ну, а что это, в принципе, может быть? Это реально. Я только не успел загореть, как она уже перед нами появилась. За стеной она была. Нифига себе. Был уже рестарт сервера, ребят. Уже был рестарт сервера. Я не знаю. Нам вот это вряд ли нужно собирать. Я, кстати, тут умер перед рестартом сервера. Нафиг. Я реально умер перед рестартом сервера. И что самое хреновое, то, что карта опять пропала. То есть, она почему-то пропадает всегда после того, как ты вроде перезаходишь в игру. И она пропадает после этого. Так, это можно нафиг повыкидывать. Зачем я вообще это поднял? Мы нашли... Ооо, крипер, нифига. Ух ты! Кто меня бьет? Кто меня бьет? Фу, все, угомонились. Вроде угомонились. А где... Вот наша пушечка. А где наши патрончики? Неужели... Я вы... Я... А хрен его знает, честно. Может, я выкинул патроны, а может, я их... Может, я их в сундуки поставил. Никак... Да кто меня нахрен... Вот это иногда бесит, знаете. Главное, чтобы вот эта фигня нас не ударила. Опа. Опа, это что такое? Я не знаю, честно. Вот видите, тут, в принципе, много чего выпадает. Мне кажется, нам нужно стоит, точнее, вот сейчас домой пойти и быстренько вот это все выложить. А пойдем мы, наверное, домой, так как мы только что делали. Напишем. Сет варп, х1, точнее, пересоздадим, да, вот этот варп, пойдем домой, вот это все выложим в сундучки. Вот эти все вещи. Я выложил наши патрончики, нужно сейчас будет посмотреть. Или я их выкинул. Все может быть, может, я их реально выкинул. Это можно, это можно, это можно, это можно, это можно, это тоже можно выкинуть, ну, не выкинуть, а выложить. Вот так, и это, в принципе, и вот это можно. И вот это можно. Где на... вот патрончики, ага. Значит, забираем патрончики и возвращаемся в нашу шахту. Варп, х1. И мы вернулись вот сюда на место. И подняли, подняли, подняли соль, которую мы выкинули. Или не соль, или что это. Это с того мода про еду. Я, если честно, думал, что это будет кулинарный сезон. Я просто хотел создать кулинарный сезон, где мы бы выполняли вот эти, как их там называется, не рецепты, а заказы подписчиков. Да, подписчики бы заказывали у нас какую-то еду. А мы бы выполняли, создавали, в принципе, делали вот эти заказы для подписчиков. Но, как вы видите, это не совсем получился тот сезон. Если прямо сказать, то это вообще нахрен не тот сезон получился. Потому что это должен был быть кулинарный сезон, а получился РПГшный сезон. Но, возможно, возможно, потом, когда мы уже закончим РПГ, нам станет скучно. И мы все же начнем уже химичить что-то с едой. Я не знаю, честное слово, ребята. Я бы, может, куда-то еще пошел в шахту. Но у меня нет сейчас желания только за то, что карта пропала. Когда карта пропадает, то я не вижу, что вообще происходит вокруг меня. Потому что я не вижу, где монстры. Я не вижу, где есть входы-выходы шахты. И, в принципе, я вообще не вижу, что идей как происходит. Поэтому это немного хреново. А при заходить полностью в майн, мне, если честно, сейчас нету ни малейшего желания. Точно, нужно еще сейчас найти какого-то монстра, еще раз попробовать. И попробовать испытать на них, на монстрах, наши пушечки. Пушечки, в смысле? Ага, ну, да, круто. Я копал, я хотел так копать просто-напросто вниз, да? И, может, мы бы там что-то нашли. Конечно бы нашли, с жопой бы лаву мы нашли, да и все. Ух ты, нахрен, ты меня напугал. Да, там я вижу прям озера вот этой лавы. И фиг мы туда пройдем, наверное. Вот эта хрень меня сейчас реально напугала. Потому что, знаете, тут иногда бывают вот такие звуки, когда монстр выпрыгнет. Или еще что-то. Фух. Или я просто подумал, что мы в лаву падаем, знаете. Так. Ну, вряд ли нам вообще туда стоит идти. Но раз я уже начал копать, я просто-напросто хочу посмотреть, что там есть. Ага, вот видите, все-таки там что-то есть. И мне интересно что. Мне интересно что. Главное, чтобы нас не столкнули. Давайте сначала поедим. И может мы туда еще... Клоун, нифига себе. Ух ты, нет. Я не знаю, честно. Я в том смысле, радоваться ли нам алмазам. У нас, вот видите, тут алмазы. Тут алмазы. Я говорю, лучше бы так джейд... Лучше бы так джейд руда спавнилась. Как алмазы. Ну, по сути, алмазы нам... Ну, зачем? Мы, если честно, уже нашли большое количество алмазов. Вот видите, там еще горят вот эти. Мы нашли большое количество алмазов уже в данжах. Да, то есть у нас было около стака, полтора стака алмазов. И зачем нам еще? Но все же опыт, можно сказать. Ну, тут как-то уж, знаете, вот я сейчас смотрю. Я сейчас смотрю и пока что не знаю, стоит ли нам вообще... Ну, вот видите, то есть... Ну, парочку алмазиков сгорело. Но, в принципе, думаю, что ничего страшного. Потому что из-за пару алмазов, может, мы расстраиваться не будем. Так, зачем я вот туда это рою, если нам сюда нужно? Главное, чтобы нас там никто не столкнул сзади. Вот со спиной кто-то там, какая-то бабайка сейчас зайдет и может нас столкнет. Тут видите, какая-то... Опа! Вот мы тут что-то нашли. Круто, что мы джейд броньку нашли. Опа! Опять вот эти... Опять вот эти клоуны. Я еще как раз на них может попробую испытать свою... Где вы, паскуды? Свои пушки. Вот они. Ну, я пока что не знаю. Я, если честно, пока что ничего не могу сказать. Потому что у него там было чуть-чуть жизни. Сейчас посмотрим. Сейчас, может... Сейчас, может, мы найдем еще кого-то. Это кто-то тут был или просто мне так кажется? Просто, знаете, вот эти все... Ага! Это это... Ну... По 13 урона... Ну, я не скажу, что это прям супер-пупер пушка. И если что, то она, можно сказать, быстро ломается. Потому что у нее еще осталось 2490 использований. То есть... Опа! Ночь наступила. У нее есть ограничения. Поэтому... Поэтому, если что-то у нас может сломаться через какое-то время, да? Но все же 2000... Опять вот эта хрень! 2500 использований. Это, в принципе, тоже нормально. Можно и так сказать. Да, вашу мать! Ну, кто создал вот эту пищалку? Или что это вообще такое? Нафиг! Ладно, тут уже больше ловить нечего, мне кажется. А я забыл вообще про эти умения, если честно. Мы их как-то давно не изучали. Мы их, если честно, давно как-то не изучали. Я вообще про них забыл. Так. Ух... Стивы. Если честно, нам сейчас нужны Стивы. Зачем нам нужны Стивы? Ну, вот эти трейдеры, которые похожи на Стивов. Они вот тут всегда бывают. Вот тут. Или вот тут на горах где-то рядом. Зачем нам нужны Стивы? Потому что мы в предыдущей серии нашли... Не нашли, а поменяли все наши монетки. С серебряных на... Ух ты! Мы поменяли все наши монетки с серебряных на... Не серебряных, а наоборот с бронзовых. Мы их поменяли на серебряные. И сейчас мы можем что-то у тех Стивов что-то прикупить. Если, конечно, мы их когда-то еще встретим. Но вот это точно не Стивы, поэтому туда мы не идем. И вот это точно не Стивы. Может нам... Ой, может нам пойти в тот данж, о котором мне говорили. Мне кажется, перед походом в данж... Сейчас, давайте перед походом в данж мы немного приготовимся, можно так сказать. А как мы приготовимся? Давайте самые такие ценные вещи мы выложим. В принципе, вот так пока что нормально. И возьмем лук. Нам нужен лук, но перед луком... Вот что. Вот стрелы, но стрелы эти вот это мы возьмем. Из чего там еще делается? Вроде с лимонайта. Ару... Ару... Элемент... Вот они. Ага, ага, лимонайта. Ну, лимонайта у нас дофига, лимонайта мы в этой серии добыли. Поэтому ставим его на пережарку. Перо у нас есть. Не так уж прям много, как хотелось бы, но все же немного есть. Дальше. И что еще нам нужно? Еда. Точно, смотрите, я только сейчас заметил, что у нас еды нету. Поэтому берем еду и берем вот это. А зачем это нам нужно? Для того, чтобы вырастить стрелы. В принципе, да, вырастить. Потому что стрелы, как ни странно, в этом моде растут. Вот как они растут. Это можно сюда. Вот смотрите. Опа. Вот так. Опа, 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 опа. Это мы все выращиваем, выращиваем, выращиваем и собираем. Вот смотрите. Даже с этих стрел выпадает нам какое-то умение. Какое-то умение нам выпадает. Вот. А в принципе, я даже, если честно, не знаю. Может, вряд ли мы уже будем идти в этой серии. В поход в новый мир. Может, мы просто-напросто сейчас в этой серии будем подготавливаться. Вот так мы будем подготавливаться. Стрелы собирать, делать стрелы. И, в принципе, сейчас мы даже посмотрим, что делается с той Джейд Броньки. Потому что Джейд Броньку все же, я надеюсь, мы не зря взяли. И, в принципе, не то, чтобы зря взяли. Мы же ее нашли. Не Броньку, а Руду. И я сейчас хочу посмотреть, что с нее крафтится. Можно действительно что-то путевое с нее скрафтить. Вот так. Вот так. И, в принципе, смотрите. Мы так к предыдущей... Не предыдущей. К следующей серии мы так сможем даже нормально подготовиться. Потому что вы видите то, что стрелы нужны. И что самое главное. С одной вот такой фигни. Вот. С одной такой фигни крафтится около 8 стрел. Это, если честно, много. 8 стрел это много. И у нас уже практически закончились вот эти... Костная мука. Но все же не в инвентаре, а в сундуках у нас еще куча костей. Вроде куча. Но все же больше нам, мне кажется, не нужно. То есть вот это мы добыли. Круто. Это можно собрать и посадить. И все. Пускай это дальше само по себе растет. Мы пойдем сделаем... Да, мы пойдем сделаем себе стрелы как можно больше. Как они делают? Вот. Сейчас давайте вот это заберем. Выйди. Выйди с майна и зайди заново. Она пропадает. Вот видите, не только у меня она пропадает. Она пропадает, потому что... Ну не знаю, честно, баги какие-то. Я не могу объяснить вот это. Вот так. Ух ты, мы прям накрафтили. Круто. Что сейчас... Это все можно пока что выложить. Это можно выложить. Что нам, в принципе, не нужно. Это можно выложить. Джейд. Вот, Джейд. Я еще хочу посмотреть, что просто-напросто с нее крафтится. 21 уровень. На 30 уровне... То есть, смотрите. Сейчас, если у нас стукнет 30 уровень... 21. В принципе, смотрите. Сейчас. Вот эту всю броньку можно... Не броньку, а руду можно пережарить. Плюс к тому, если мы ее будем жарить, то нам будет даваться опыт. Да? Вот так. Так. На 30 уровне мы зачарим свой меч на... На... На 30 уровень. То есть, на 30 уровень. 30 уровень. И пойдем в новый мир. Да? Но это уже в следующей серии. Так. Что крафтится с этой Джейд Броньки? Давайте посмотрим. Джейд. Вот. Джейд. Джейд. Меч на 14 урона. Ну, у нас есть меч на 18 урона. То есть, меч намного хуже. Ну... В принципе, я ожидал, если честно, чего-то больше. Я думал, какие-то броньки охрененные там крафтятся. Но, как оказалось, нет. Ну, ладно. Не будем тоже расстраиваться. Может... Может, 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 потом что-то другое скрафтим. Так. Это можно выложить. Руду. То есть, смотрите, нам руду нужно вот это все перефигачить. Потому что она на 30 уровне. Вот. Уже 23 уровень. На 30 мы зачарим свой вот этот мечик. И пойдем в новый мир. Но, как я уже сказал, это будет в следующей серии. Ребят, вы заметили, что у нас 37 уровень? Хоть он у нас уже давно, но это круто. Это круто. Так. Давайте вот это еще возьмем. Это тоже можно вот так поставить. И это можно вот так поставить. Потому что сколько у нас там угля есть вообще? Угля нормально. Знаете что? Давайте вот в этом ящике. Вот смотрите. Это все нужно как-то переложить. Рассортировать. Это можно сюда положить. В этом ящике у нас будут только порталы, баннеры и гемы. В этом ящике у нас будут только руда. Вот в этом. Втором. В этом ящике давайте у нас будет только бронька. То есть бронька, стрелы, пушки. Да? В этом ящике у нас будет всякий хлам. Вот допустим, вот это все можно сейчас выложить. Вот это можно выложить. Это можно выложить. Вот это, 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 это Что сейчас нам, в принципе, нафиг не нужно Вот это всё выложить, да? Нет, в этом хлам Так, ещё раз Гемы, баннеры, порталы Тут что? Тут труда, допустим, да, будет? Тут труда, допустим, будет Потому что я уже забыл, что я горел Тут всякие броньки, тут хлам Тут еда, вот тут у нас будет еда Ага, если тут у нас еда, значит тут у нас руда Полностью выйди С лаунчера А не просто перезайди Порталы, так, порталы, порталы Порталы забираем, гемы забираем, руда Тут у нас всё нормально, круто, броньку мы тоже Забираем Броньку мы ставим вот сюда, это тоже сюда Ну давайте мы пока что вот это всё рассортируем Да, пока что вот это всё сюда поставим Стрелы и вот это всё Сюда порталы, сюда руду Это забираем, это забираем Это забираем, это забираем, да? И это забираем И вот это забираем Так, это действительно нужно рассортировать Потому что вы знаете, что Очень много так путаешься Когда вот это всё накидано И замечаешь то, что тебе нужно А если это всё будет рассортировано То это будет намного круче А вот тут тогда у нас будут Тут хлам, тут еда, а тут блоки Ребята, мы прям как знали, мне кажется Мы создали 6 Мы создали 6 Сундуков И вроде даже как, в принципе 6 нам не нужно, вроде больше нам не нужно Как я понимаю Ровно 6 у нас получается Тут еда, тут хлам Если тут хлам, то давайте вот эти все блоки будем забирать И оставим только хлам Вот тут блоки Это, 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 круто Руду вот сюда Вот сюда, хлам Вот это, это, это Еду вот сюда, так, сейчас Давайте я быстренько это рассортирую И потом вам покажу Ну вроде все, вроде все, да Вот смотрите, тут у нас баннеры, монеты Вот это еще, да, нужно забрать Вот сейчас вроде все, и вот это еще нужно забрать Ну просто я не могу Увидеть, что именно у нас не хватает Так, вот тут у нас руда Это все ставим Тут у нас вроде только руда, да Тут руда Сейчас Тут Тут бронька Да, это стрелы Вот это все для пушек, для патронов И для этого всего Да, это все стрелы Это можно сейчас забрать, да Вот так И вот так можно забрать И вот так Все, круто Тут у нас хлам Всякий Тут у нас еда Еда, в принципе, тоже нормально И тут блоки Вроде все Хлам еще Это можно сюда поставить И еду можно вот это сюда поставить Вроде все Это забираем Это забираем 25 уровень Ставим вот сюда Вот сюда Это забираем Это забираем И тоже ставим На пережарку До следующей серии Может у нас уже Быть 30 уровень Я не знаю Хотя вряд ли тут ресурса Хватит Вот это Это еще пережарить На вот это Вряд ли тут хватит Ресурсов на 30 уровень Но Посмотрим Ладно, ребята На этом мы будем заканчивать Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Набираем 500 лайков Сразу же выходит новая серия Когда она выйдет Зависит от вас В принципе, как всегда Когда выйдет серия Зависит от вас Также Не забываем Оставлять комментарии Мне нравится Когда много комментариев Если вы хотите Чтобы я прочитал Ваш комментарий Потому что я читаю Каждый комментарий И также постараюсь Ответить на каждый из них Если вы хотите То оставляйте свой комментарий И я постараюсь Его прочитать И ответить на него Также Подписывайтесь на мой канал Как я уже сказал Вступайте в нашу банду Кутрых Персов Все, что от вас требуется Это просто на меня подписаться И также, ребята Всем спасибо за просмотр Пишите свои советы Пишите пожелания И, в принципе, пишите Какие-то советы По этому моду Потому что, как вы видите Я еще сам Толком ничего не понимаю Но В этой серии Мы сходили В шахты И, в принципе, добыли Но нормально так Ресурсов Потому что Поэтому уже хватит Ресурсов на большое время Можно и так сказать А в следующей серии Мы уже Со следующей серии Мы уже будем начинать Ходить в разные мира На этом мы заканчиваем Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok